Приветствую вас, братья и сестры! Хочу прочитать один стих из книги «Второзаконие», 5 глава, 29 стих. «Второзаконие», 5 глава, 29 стих. Здесь Бог говорит такие слова. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Амин. Пожалуйста, занимайте места. Наверное, я последний раз, когда проповедовал на русском языке, это было тоже в вашей церкви. Три года назад большинство моего служения на румынском языке. Поэтому, если что-то буду неправильно сказать, поймите и простите меня. Знаете, так два молдавана хотели покупать хлеб, и не знали, как правильно спросить, почем хлеб? И один спрашивает продавца, почему хлеб? Нипочем, а почему хлеб? А тот говорит ему, мы и так неправильно. Правильно. Зачем хлеб? Нипочему хлеб? Может быть, я кое-что скажу тоже неправильно, но я молюсь, чтобы Бог преподнес вам истины, библейские истины, так, как они или как вы должны их слушать. 29 июня 1981 году была очень знаменитая, популярная и богатая свадьба, которая так и называлась «Сказочная свадьба». «Сказочная свадьба» – это свадьба принцессы Даяны с Англии, Даяна Спенсер, которая в ее 20 лет вышла замужем за принца Чарльза. Тогда этот принц дал ей обручальное кольцо, которое стоило 30 тысяч фунтов. Это кольцо имело 14 бриллиантов, которые окружало одно сапфирское камень. Их свадьба, на их свадьбу смотрели больше 750 миллионов людей. Она имела платье, которое стоило 9 тысяч фунтов. Фата была 8 метров длины. Все были поражены и удивлены такой красивой свадьбе. И все думали, что эта свадьба будет самая счастливая. Но знаете, эта семья недолго жила вместе, и они развелись после нескольких лет. Даже бывало, что они жили в одном же доме, но они уже не имели никакой отношения друг с другом. Что-то случилось с их сердцем. Сегодняшний мир заинтересован во многих вещах. И я думал, что это только в Молдавии люди заинтересованы в одном очень актуальном сюжете. Но я заметил это, что люди в Америке тоже заинтересованы. Потому что, когда я приехал сюда, встретил моих друзей. И первый вопрос, который они задавали мне, ты вакцинирован или нет? Не знаю, думали, чтобы не заболели от меня. Но это они спросили. И в Молдове та же самая. Они спрашивают, как встречаются. Ты вакцинирован или нет? И вот люди заинтересованы. Вакцинированы, не вакцинированы. А какая у тебя работа? А какая у тебя машина? Я сегодня хочу смотреть в этом тексте. А в чем Бог заинтересован? Бог не заинтересован, братья и сестры, если мы вакцинированы или нет. Бог не заинтересован, какие мы машины имеем. Какие мы аккаунты в банке имеем. У Бога есть один интерес. Он заинтересован в одном – в наше сердце. Какое наше сердце? Когда он хотел избирать царя для израильского народа, и он отправил Самуила в дом Есея, чтобы из его сыновей избирал царя, то Самуил пришел в дом Есея и пригласил семь сыновей Есея. И когда он видел первого, второго, там написано, что они были высокие, красивые, и Самуил думал, наверное, это, этого хочет Бог, чтобы стал царем. А там Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Бог смотрит, Бог ищет, и вот в этом стихе, который я прочитал, как бы это выражает глубокое желание Бога, о, если бы их сердце было у них таково. Другие переводы даже переводят вот этот стих, что Бог говорит, о, если бы их сердце осталось такое, как оно есть сейчас. А какое сердце видел Бог в этих людях, что Он так с глубины души говорит, я хочу в них такое сердце видеть всегда. Какое сердце ищет Бог? Прежде чем сказать, какое сердце Бог ищет, и какое сердце мы должны иметь, хочу сказать, что книга Второзакония, это не, Бог означает Второй Закон. То есть, это не означает, что Бог дал ему дважды закон, но это повторение, то, что случилось в книге Исход 20 главы. Они, потому что по неверию умирали в пустыню, все старое поколение умирало в пустыню, и они сейчас находились при вступлении в Хананской земли. Новая страна для них, новое поколение, и Бог, или Моисей здесь повторяет им то, что случилось в книге Исход. То есть, повторяет им Божий закон, который Бог дал своему народу. Почему нужно было повторять вот этот закон? Потому что страна Ханан, Хананской, где они должны вступить, она была обетованная земля, она была богатая земля, но она была полной опасностями. Я просто прочту или скажу несколько опасностей, которые могли они встречать в этой стране. Поэтому Моисей дал им, или повторял, или учил им, что от них требует Господь, когда они перейдут в Иордан и будут жить в этой новой стране. Здесь была опасность гордости. Если мы прочитаем второзаконию, восьмая глава и другие главы, там Бог им говорит много раз, если вы придете в эту страну, не думайте, что это из-за ваших заслуг, из-за ваших сил. Это потому, что я был милостив. То есть, Бог хотел, чтобы они не возгордились, бывая в этой стране, в Хананской стране. Потом другие опасности, это идолопоклонство. Бог много раз повторяет им в этой книге, что эти народы имеют очень много богов. Но не забывайте, что существует Я ваш Бог, только один живой Бог, и вы не должны поклоняться другими богами. Потом грех, одна из опасностей, которые могли они встречать в этой стране. И Моисей повторял вот этот Божий закон для них, чтобы они знали, как жить в этой новой стране. О, если бы сердце их было у них таково. Каково? Как должно? Что Бог хочет? Какое сердце Он хочет увидеть в Его народе? И первое, Бог хочет видеть послушное сердце. Сердце, которое готово слушаться Его. Если вы посмотрите в ваших Библиях, 27 стих, это опять повторение исхода 20 главы, 18-19 стих, когда Бог дал Моисею 10 заповедей, и там был гром и дым, и люди боялись слушать глаза Божьего. И тогда они говорили Ему, и здесь написано, «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и предсказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Мы будем слушать и исполнять. Это речь народа. Мы будем слушать и исполнять. И когда Бог слышал это, это намерение их сердец слушать и исполнять. Бог говорит, «О, если бы их сердце осталось таковым!» Каким? С этим намерением слушаться Его. Вы знаете, мы должны или мы призваны слушаться Богу добровольно. Добровольно. Я слышал такую ситуацию, что возле одной школы водители ездили с большой скоростью. И вот власти ставили там знаки, которые показывали, на какой скорости они должны ездить вот этот промежуток дороги, но водители вообще не соблюдали скорость, ездили на большой скорость. И одна мама, которая имела детей в этой школе, она переживала о ее детях. И знаете, однажды она думала так, приехала на машине возле школы, там, где эти машины проезжали с большой скоростью, и она остановила машину, но она взяла с дома фен. Фен, знаете, что это фен, который сушит волосы, да? Он как пистолет. И у нас, не знаю, если в Америке тоже так, но в Молдавии полицейские имеют такие пистолеты, радары. И вот она парковала машину там возле этой дороги, открыла окно и вытащила фен и держала. И проезжали водители со скоростью, но когда видели, что она держит так, они все думали, что это полицейский. И снизили скорость. И решили вопрос. Знаете, пока? Пока вот она приходила и держала фен там, и пока они знали, узнали ее. Иногда мы слушаемся Богу тоже так, как эти водители. Только из-за того, что боимся. Бог будет наказать. Бог не будет благословлять. Когда Бог смотрит на сердце этих людей, Он говорит, о, если бы их сердце было у них таково. Каково? Чтобы они добровольно хотели слушаться Моего Слова. Не всегда это легко. Не всегда легко слушаться. Но, когда мы читаем Библию, когда мы наблюдаем за тех людей, которые выбрали в жизни слушать Бога, они никогда не в потере. Они никогда не остались в стыде. Бог их благословил. Но что еще я заметил здесь, что Бог ищет послушное сердце, но наше послушание должно быть постоянное. Не только иногда, не только когда мы приходим в церковь. Здесь мы, когда собираемся, мы все святые на оценку 10. А что случается в нашей жизни, когда мы вне церкви? Что случается в наших жизнях, когда нас никто не видит? Слушаемся мы и тогда Богу? Бог хочет такое сердце, которое будет Его слушать постоянно. Когда наша младшая девочка закончила детский сад, обычно делают там утренний какой-то праздник. И тогда тоже родители вместе с воспитателями с той группы делали праздник. И мы были тоже. Дети пели, рассказали стихи. И потом родители собирали, все родители собирали деньги, потому что после этого праздника они хотели делать стол, покупали еду, покупали спиртные напитки. Мы не дали деньги, мы им объяснили, что мы верующие, мы не будем участвовать. И вот как только закончился вот этот маленький концерт, там праздник, некоторые родители говорили, давайте вы оставайтесь с детьми, потому что мы там готовим стол, и мы будем там участвовать. А вы, если не участвуете, оставайтесь с детьми, чтобы они сфотографировались. И я был там, остался, был фотограф, а там у них стульчики еще с времена Советского Союза, очень слабые, шатались. И вот этот фотограф говорил всей группы, 30 детей, становитесь стоя на стульчиках. Но эти стульчики шатались, и дети становились на стульчиках, но так они стояли и дрожали там, потому что шатались. А вот одна девочка, она не села со всей группой там на стульчике, она сидела на одном стульчике, и фотограф говорит, пригласи вот эту девочку, потому что не могу сделать фотографию. Она сидит там, а все стояли так, дрожали там, потому что стульчики шатались. И знаете, я подошел к этой маленькой девочке и говорю, давай и ты становись там, чтобы сфотографировалась. Она так смотрела сияющее лицо на меня и говорит, нет, нет, мама мне говорила, чтобы я сидела здесь. А я говорю, мама, тебе говорила, чтобы ты не вышла с этой комнаты. Но это означает, чтобы ты сидела здесь. Но ты можешь там встать на стул, чтобы сфотографировать и все? Нет, нет, мама мне говорила, чтобы я сидела здесь на том стульчике. Я опять объясняю, я понимаю, но видишь, все дети ждут только тебя, давай быстро сфотографись и сядь. Нет, 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 мама мне сказала, чтобы я на том стульчике сидел. Я несколько раз повторял, и она одно и тот же ответ. Нет, мама здесь мне говорила сидеть. После нескольких объяснений у меня все внутри уже революция была. Хотел захватить ее, поставить, сфотографировать и пусть сидит где хочешь. Я этого не делал, я просто чувствовал это. А знаете, она ждала, позвали маму, мама пришла, и когда мама сказала, иди, стой там, чтобы сфотографироваться, потом мама ушла, и потом мы разошлись, и я как пастор, как проповедник. Знаете, что думал? О, если бы мы, христиане, слушали нашего отца так, как эта девочка слушала ее маму. Не думаете ли вы, что наши семьи бы выглядели по-другому? Не думали ли вы, что христианство выглядело по-другому? Какое сердце ищет Бог? Бог ищет послушное сердце, готово слушаться. Даже если их упрекут, даже их будут смеяться над ними, они будут слушать Господа. Давайте мы будем такими христианами. Аминь. Послушное сердце. Второе. Бог говорит, о, если бы сердце их было, у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои. Какое сердце хочет видеть Бог в нас? Я назвал все эти пункты с буквой П. Покорное сердце. Покорное сердце. Здесь Бог говорит, что Он хочет, чтобы мы боялись Его. Чтобы мы боялись Его. А я заметил, что нынешний мир живет в страхе. Люди боятся. У каждого есть страхи, если бы вы знали, как я боюсь находиться здесь перед вами. Каждый имеет какие-то страхи. Боятся чем-то. Некоторые боятся ковида. Мы, когда мы, когда должны прилететь сюда, сдавали тест на ковид. И сдавали утром. И только вечером должны были получать, если позитив или негатив. И знаете, так переживал, так боялся, что получил позитивный тест, что уже голова болела. Я уже начал молиться, Господи, что случится, случится это и будет. Но люди боятся. Я слышал об одном человеке у нас в правительстве Республики Молдови. Он боится лететь, летать на самолете. Когда он должен в делегации в разных странах быть, он ездит на машине. Потому что он боится летать на самолете. Двое ребята говорили, общались о их страхах. Какие у них страхи? Страха, страхи есть. Один говорит, а я вообще ничего, ничего не боюсь, никого не боюсь. Один говорит, а я боюсь только двух вещей. Я боюсь врачей, и я боюсь темноты. А тот первый спрашивает, ну я понимаю врачей, почему ты боишься. Потому что они оперируют, уколы ставят, всегда больно. Тут понимаю, почему ты боишься. А почему ты боишься темноты? А он говорит, а кто знает, сколько врачей там во тьме? Люди живут во страхе. Но знаете, братья и сестры, Бог призывает, чтобы мы боялись. Но ни ковида, ни других людей. Или Бог призывает, Бог хочет, чтобы мы боялись Его. Библия говорит, что страх, начало мудрости, страх Господень. Если хочешь стать мудрым, не глупым, а мудрым, нужно бояться Бога. Я заметил, много раз люди, которые уверовали во Христе, когда мы проповедуем. Некоторые имеют такие жизни, уже потерянные жизни. Но когда они приходят ко Христу, уверуют, они начинают бояться Бога. То они начинают думать мудрее. Их жизнь, их семьи меняются. Потому что Библия так учит, что начало мудрости, страх Господень. Потом в книге «Экклесиаст», 12 глава, 13 стих, это окончание вот этой книги, и там написано так, «Выслушаем сущность всего». И знаете, какова сущность всего? То есть, то, что самое важное на земле в жизни? Бойся Бога. Бойся Бога. А что означает бояться Бога? Что означает бояться Бога? Бояться Бога – это респект, это уважение, это благоговение, это то чувство, чтобы не причинять кому-то, которого ты любишь, боль, страдание. Если помните, когда жена Потифара подошла к Иосифу и сказала, чтобы он спал с ней, он говорит ей так, «Как я могу делать такое великое зло и согрешить против Бога?» «Как я могу ранить Бога?» Что означает страх или бояться Бога? Когда, например, ты должен носить какой-то очень ценный сосуд, хрустальный сосуд, то ты так носишь этого сосуда, так внимательно, с такой трепетом, что не хочешь уронить. Когда Библия говорит, что мы должны бояться Бога, это означает бояться Бога. Уважать Бога, чтить Бога, жить с таким чувством, чтобы не делать то, что будет его ранить. Это уважение к Богу. И думал сказать несколько мыслей, а какие признаки есть, что вот человек бояться или имеет Божий страх в сердце? Какие признаки? Я скажу три признаки. Когда ты боишься Бога, это видно в твоем отношении с Его Словом. Наше отношение с Словом Божиим показывает, если мы поистине боимся Богу. Несколько лет назад у нас покаялась одна семья, оба молодые, оба профессора в университете, в университете в Бельце, 32 года, а его отец православный священник. И вот они покаялись. У нас еще была группа, которые покаялись, и мы начали проводить уроки для подготовления к крещению. И провели урок в январь месяц, в февраль месяц, и мы назначили на май, в конце мая месяц, чтобы у нас было крещение. Но знаете, этот молодой человек, даже бывший из православной семьи, его отец священник, он никогда не читал Библию. И когда я дал в день покаяния Библию, он начал читать, но с такой жаждой он читал Библию, и почти каждый день звонил, мне задавал много вопросов. Я советовал, чтобы он начал читать сначала Новый Завет. И он начал читать Новый Завет. И знаете, звонил брат, а как здесь, а как понимать вот этот стих? А потом звонит брат, а здесь написано, что кто уверует, должен креститься. Я говорю, да, и он, и он так назвал его имя, да, и он должен принимать крещение, но сначала у нас будут уроки, у нас в май месяц крещение. В март месяц, у нас тогда, в том году, был большой снег еще, а он мне звонит, брат, я не могу спать, я не могу прийти в себя. Бог говорит, что тот, который уверовал, должен креститься. А ты говоришь, что в май месяц. А если я умру до май месяц, что случится со мной? Как я предстану перед Иисусом? Что я скажу ему? Господь, я слушался, но наполовину, тебя только покаялся, но крещение, пастор не хотел преподавать мне крещение. Я объясняю, да, мне нужно подготовиться, нужно одно, другое. Брат, а что подготовиться? Все мои отказались от меня, только посылают мне месседжи, где говорят, что больше я не их сын. В чем еще подготовиться? И знаете, он пишет мне по вайберу, брат, завтра утром я найду бассейн, я заплачу за аренду, и пойдешь со мной и с моей жены, и будешь крестить нас. Я говорю, Мэй, ты меня заставил в угол, дай мне молиться, дай мне подумать, что делать. Хорошо, ты подумай, молись, и мы будем молиться, а завтра мы идем, и ты будешь крестить нас. Если не бассейн, то мы будем резать лед в речке, и там будешь крестить нас. Но я должен исполнять то, что написано, то, что Иисус требовал. Я не знал, что делать. Первый раз такой в моей жизни, в служении, я звал наш братский совет. Что делать? Завтра он захочет брать, и крестить его так, куда-нибудь. И знаете, мы ставили на воскресенье, это было, наверное, 5 марта, воскресенье, делали крещение, и они приняли крещение. Почему я так говорю? Потому что, когда человек имеет страх Божий, он имеет доброе отношение к Священному Писанию. И уважать Писание, это не значит иметь ее в телефоне, или куда-нибудь на полке. Уважать, иметь хорошее отношение к Писанию, это значит, читать ее, это значит, исполнять ее. Аминь. Откуда мы знаем, что у нас есть страх Божий? Чтим, уважаем Его Слово. Потом мы уважаем Его детьми. Его детьми. Развивалось, вот с развития технологии, с телефоном, развивалось вот эта индивидуальность. Что означает? Это означает, что у одного телефона не могут работать два, или у одного компьютера. Каждый хочет свой телефон, каждый хочет свой компьютер. И мы становились больше всего потребителями. Только ждем, чтобы нам пели хорошо, чтобы нам проповедовали хорошо, чтобы нам было хорошо. И знаете, что многие разы случается, что мы развиваем в нас такой дух критики. Нам не нравится проповедь, слишком длинная, слишком скучная. Нам не нравится пение, нам не нравится одно и другое. Я слышал такой ситуации, когда одна семья пришла в церковь, сидели, папа, мама и мальчик, где-то 10 лет. И вот они участвовали в собрании, но мама и папа иногда говорили, мне не нравилось, как вот эта сестра пела. Потом мне не нравилось это стихотворение. Потом был сбор. И они взяли и ставили в тарелку по одному доллару. Вышли после собрания сидели в машине, ездили домой, и родители говорили между ними, вообще не понравилось сегодня, так скучно было, и проповедь неинтересная, и так, и что это, были пени, что спели сегодня. А этот маленький ребенок смотрит, слушает их и говорит, мама, папа, а что вы ожидали от одного доллара? Один доллар платили, это и получили. Дорогие мои, это становится большой проблемой в наших церквях, в нашей христианстве. Мы говорим, что мы уважаем, мы имеем страх Божий, а у нас всегда есть этот дух критики. Знаете, избавляться от этого критического духа, нужно служить, жертвовать, и тогда уже будешь ты знать, что это означает, когда ты жертвуешь и другие критикуют. Но это признак, что у тебя есть страх Божий, уважение Слова Божьему, уважение детей Божьих и третье, уважение по отношению к Дому Божьему. К Дому Божьему. 1 Тимофея 3 глава 14 и 15 стих Павел пишет молодому проповеднику «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Истинная Церковь это не здание, это Божий искупленный народ, это есть истинная Церковь. Но хочу сказать, что вот этот дом, потому что вы собираетесь для поклонения, это тоже дом Божий, принадлежит Богу, поэтому мы должны уважать, иметь вот это уважение к Домам Божьим. Это означает, что Церковь или Дом Божий, это не дом, где мы показываем моду, это не дом, где мы жуем жвачки, это не дом, где мы пишем сообщения друг к другу, мы приходим и уважаем этот дом, потому что он принадлежит Богу. Это означает иметь страх Божий. То есть Бог говорит, о, если бы сердце их было, у них таково. Каково? Покорное сердце. Покорное сердце. И третья мысль. Какое сердце ищет Бог или хочет Бог видеть в нас? Если мы прочитаем остальные стихи, 30-е и остальные стихи, здесь написано так, пойди скажи им, возвращайтесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам. Здесь повторяется одна идея, что я изреку тебе все заповеди, все постановления и все законы, которые ты должен научить их, чтобы они соблюдали все заповеди, все законы. потом этот стих 32 смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. То есть оставайтесь на пути, на правильном пути. Даже когда вы будете в этой прекрасной стране Ханан. Оставайтесь с Богом, оставайтесь на правильном пути, ходите в святости, соблюдайте мое слово, мой закон. Для того, чтобы соблюдать закон или оставаться верным среди столько искушений, среди столько похотей нужна верность, преданность. И это хочет, или такое сердце хочет Бог видеть в его людях, в его народе, преданное сердце. Один мужчина в возрасте покаялся, принял Иисуса Христа, и знаете, наверное, все испытывали вот эту первую любовь, когда человек покаялся и горит так любовь Иисуса Христа. И ему дали Библию, и он начал читать Библию, и взял Библию, пошел в парк, и там на лавочке он сидел и начал читать. И так он с жаждой читал Библию, и после некоторого времени так прочитая, он начал громким голосом так говорить такие слова «О, вау, такой Бог сильный, такой чудесный Бог!» И он так повторял «Вау, такой чудесный Бог!» А недалеко на другой лавочке сидел один такой, видно по нем, что был какой-то ученый человек, встал, подходит к этому старику, смотрит и говорит «А что читаешь, что ты там нашел, что такой чудесный Бог!» А он говорит «Вы знаете, я первый раз начал читать Библию, и такой чудесный этот Бог, что описывает Библия!» смотрите, он показывает, что в Библии написано, что Бог разделил Красное море, чтобы его народ вышел из рабства Египта, Египетской. А тот человек, ученый, смотрит и говорит «Старик, дай я объясню тебе, ты веришь в этом? Это неправильно! Наука это не демонстрировала! Я хочу сказать, вот, с точки зрения науки, что случилось там, о чем ты читаешь?» И говорит он, это не разделение Красной моря, просто, когда Моисей вывел народа с Египета, он вывел народа там, где вода была неглубокая, маленькая вода. И наука доказывает, что в тот день в истории был сильный ветер, и там было мало воды, и когда дул этот сильный ветер, вода разделялась. И так прошли евреи через Красное море, а не там, где вода глубокая. Этот пожилой человек не знал, что отвечать, он был простым, не имел много школы, но ему нравилось, как это описывает Библию. Тот ученый думал, что все, он объяснил все старику, и сел назад на своем лавочке, старик взял опять Библию и начал опять прочитать. И только через пару минут он опять слава Богу, вау, такой чудесный наш Бог. А этот встал, что ты нашел, там я же тебе объяснил. Представляешь, в такой немногой воды Бог утонул всю армию Египта. Представляешь? Какое сердце хочет видеть Бог? Бог хочет видеть преданное сердце. Но чтобы иметь это преданное сердце, нужно познать Бога лично. Не от родителей, не от проповедника, нужно иметь личную встречу с живым Богом. И те, которые встретили живого Бога, они готовы умереть, страдать, они были гонимыми, но они не отрекались от Бога, потому что Он чудесный Бог. Заканчиваю. Думал чуть-чуть применить с Новым Заветом. Знаете, Иисус Христос говорил еще об одном качестве сердца, которое Он ищет. И Он сказал так, блаженны чистыми сердцем, потому что они Бога увидят, Бога узрят. Если хочешь встретиться с Богом, нужно иметь чистое сердце. Грех запачкал всех сердец. Только одно в этом мире осталось чистым. Это сердце Бога. Но когда мы принимаем Христа, когда мы приходим в покаяние и с верою Христу, Он дает нам новое сердце, Он дает нам чистое сердце. У нас покаялась одна сестра, и ее интересная история, она такая боевая сестра, и любит много разговаривать, и вот только где-то два воскресенья ходила в церкви, и в одну среду она мне говорит, пастор, дай мне сказать свидетельство перед людьми. А я так переживал, я думал, если скажешь что-то, что нельзя сказать, и не знал, дать ей сказать, так мучился внутри, а потом думал, дам, что скажет, если неправильно я после нее скорректирую, знаете, и она выходит и говорит, батя и сестры, вы знаете, я две недели как покаялась, я вот пришла во воскресенье и слушал слово Божие, знаю, что я дитя Бога, но три года назад у меня случилось такой случай, что была очень большая ссора между мной, моей дочерью, и моего зятя, и я вызывала полицию, и полиция хотела как посоветовать, дать какие-то советы и отпускать нас, а я настаивала, чтобы они забрали дочку и зятя в тюрьму, и они забрали на три сутки, и вот говорит, это случилось три года назад, и между нами больше мы не общались, не разговариваем друг с другой, не виделись, и знаете, братья и сестры, я стала христианкой, я слушала Слово Божие, я думала, а что за христианка я такая, если я не в мире с моей дочкой, с моим зятем, и говорит она, вы знаете, в воскресенье вечером, сразу после собрания, я не поехала домой, а сразу пошла к ним, к моей дочке дома, зашла у них, а зять смотрит и говорит, что твоя мать ищет здесь, и она говорит, братья и сестры, я так хотел показать ему мать, но я молилась, Господи, помоги мне показать, что я твое дитя, я зашла, он здоровый человек, а я стала на колени перед ним, взяла его руки и сказал, прости, пожалуйста, меня, что три года назад я виновата во всем, что случилось тогда, пожалуйста, прости меня, знаете, он такой здоровый человек, но не знал, что сказать, начал дрожать, но я не ждал, чтобы он что-то говорил, я опять сказал, пожалуйста, прости меня, я стала христианкой, и я поняла, что так неправильно, прости меня, я виновата во всем, я встала и ушла домой, в шесть часов утром звонит моя дочка, мама, где ты ходишь, чего там тебя учат, какая-то церковь, что с тобой случилось, мой муж не мог спать всю ночь, что случилось с твоей мамой, а потом утром она говорит, я была в больнице, принимала капельницу, лежала в больнице, и в обед она говорит, братья и сестры, кто вы думаете, что приходит ко мне, моя дочка и мой зять, и уже мой зять, как я лежала на кровати, взял мои руки, и говорит, мама, прости меня, это не ты была виновата, это я был виноват, я все это делал плохо тогда, пожалуйста, прости меня, и вот они примирились, и живут уже вместе, и она верующая, которая приняла чистое сердце от Господа, слава Богу, слава Богу, хочу сказать, братья и сестры, заканчивать этим, что наши сердца могут быть запачканы грехом, жадностью, безразличность, зависть, алчность, гордость, дух непрощения, я не знаю, могут быть и другие грехи, которые и другие не знают в церкви, только ты знаешь, если хочешь быть счастливым, здесь написано, чтобы, дабы им было хорошо, но точное слово это, дабы они были счастливы, столько времени, сколько ты будешь жить двойной жизнью, запачканной сердцем, ты не будешь счастлив, только когда Бог очищит твое сердце, только тогда ты будешь счастлив, давайте мы встанем, помолимся, можешь помолиться громким голосом, можешь помолиться в твоем духе, но давайте вот несколько минут будем иметь для того, чтобы мы проверили наше сердце, является ли твое сердце покорной Господу, является ли твое сердце преданное Богу, является ли твое сердце послушное, давайте помолимся,